МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задачи вашего ведомства, какие функции выполняют сотрудники и наши омские участковые? Задачи мы, если про участкового говорим, я буду чисто говорить про участковых уполномоченных. Конечно, участковый уполномоченный на своем административном участке, где он несет службу, как мы говорим, с утра и до позднего вечера, входят задачи многочисленные. Одна из основных – это ежедневный обход своей территории и знание своего участка. При ежедневном обходе своей территории он смотрит и пресекает правонарушения, преступления, в том числе заходит по адресам, проверяет под учетную категорию, в том числе смотрит, где открыт колодец, где какое состояние дорог, где какое освещение, в том числе смотрит, где на сегодня происходит наибольшее количество краж и так далее, как там технически обустроен этот магазин или киоск или другое предприятие, забор стоит или не стоит, проемы есть там или нет и так далее в этом вопросе. Ну и повседневная работа, естественно, встречается с очень большим количеством граждан, которые проживают на данном административном участке. Вообще, сколько сегодня участковых у нас в Омске и на сколько укомплектована служба? Вопрос очень интересный, именно в вопросах комплектования службы. Значит, на сегодня у нас по штату 721 участкового полномоченной полиции по области. В принципе, практически в равных долях как в городе, так и в районах. Я скажу так, что в городе, в общем-то, у нас на 2,8 тысячи-3 тысячи граждан приходится один участковый полномоченный. По нормативам, в общем-то, у нас так оно и идет. В районах области на одно сельское поселение, один участковый, или близлежащих несколько сельских поселений, объединенных, значит, как мы говорим, в одно участковое полномочное, но не более 2,8 тысячи человек на одного участкового в сельской местности происходит. А так, по штату 721, некомплект, конечно, на сегодня в целом служба участкового полномоченного очень востребована в системе МВД. Да, я думаю, граждане очень востребованы в данной службе, потому что обращаются по очень многочисленному перечню вопросов, начиная от житейских, бытовых вопросов, получения определенных справок и характеристик, и заканчивая, естественно, правонарушениями, преступлениями и так далее, и так далее. В том числе спрашивают советы, еще раз, по любым вопросам. Поэтому на сегодня, конечно же, у нас некомплект чуть более 10%, поэтому мы с удовольствием прием на службу тот, кто желает к нам прийти, мы и объявления везде даем и так далее в этом вопросе. Ну вот хотелось как раз бы уточнить, да, кто может претендовать на звание участкового и как попасть в службу? Ну, у нас на сайтах и на сайте ОМВД по Омской области, и мы в прессу постоянно информацию даем, значит, может любой гражданин Российской Федерации от 18 до 50 лет поступить на службу участкового полномочных полиции. При этом, естественно, он не должен иметь соответственно судимости, хорошие, соответственно, характеристики при приеме, мы это дело все проверяем. Ну и имеющий средне-специальное или высшее образование, ну, вне зависимости образование юридическое или не юридическое, средне-специальное или высшее образование. Вы сказали, что участковые очень вострепованные и достаточно много людей приходится под ведомство одного человека. Как определяется вообще размер участка? Размер участка, ну, вот я говорю, в городской постройке определяется от количества проживающего населения. То есть в городе, как бы еще раз повторю, от 2-8 тысяч до 3 тысяч граждан, а в селе одно сельское поселение не менее 1 тысячи и более. И плюс к этому, если несколько сельских поселений, близлежащих друг к другу в любом районе нашей области, то не более 2,8 тысячи на одного участкового в этом вопросе. Вот такое вот идет распределение по участкам. А как вообще происходит взаимодействие с гражданами? То есть это обращение непосредственно от омичей или все-таки в большей части идет активность от участкового? Вы знаете, я думаю, что все же активность от граждан, от омичей больше всего. Они знают режим работы участкового, у полномоченных, они знают часы приема, они знают своего участкового, они знают, где он находится. В данный период, естественно, по любому вопросу, я уже до этого перечислил вопросы, многочисленные, которые происходят, в том числе и житейские вопросы. Начинается с семейных скандалов или каких-то моментов по тому, как и что сделать в данной ситуации, потому что ситуаций очень много всевозможных. И заканчивая уже какими-то происшествиями или преступлениями, по которым ту же самую информацию дают. То есть, в первую очередь, инициатива идет от жителей. Но при обходе административного участка, участковый, естественно, заходит и в такие дома, и квартиры, и так далее, смотрит, разговаривает, общается. В том числе, в обязательном порядке, по определенному графику, он проверяет подучетную категорию, в обязательном порядке. И, исходя из этого, то же самое, и он, какие-то вопросы задавая или общаясь с гражданами, получает ту или иную информацию, которая, в общем-то, потом способствует и профилактике преступлений, раскрытию всевозможных правонарушений, пресечению правонарушений, недопущению правонарушений. Ну, ситуации действительно бывают разные, мечи попадают в разные происшествия, и сложные, и менее, какие-то более житейские. Скажите, пожалуйста, как отличить, куда все-таки обратиться, если что-то произошло, к участковому или все-таки к полицейскому? В чем разница? Ну, участковый, это есть участковый, да, он на своем участке, его многие знают. И, в общем-то, он, как правило, участковый – это офицер. И, как правило, все 100% – это офицеры, имеющие образование, определенный опыт, пройдя первоначальную подготовку по своему направлению деятельности. Естественно, в первую очередь, конечно же, обращаются к участковому. Но если гражданин и рядом находится отдел полиции или территориальный орган внутренних дел, а участковый пункт где-то чуть дальше, то, конечно, идут в отдел полиции. Но я скажу, что большинство идут на участковый пункт полиции, потому что участковые пункты полиции, как правило, расположены в шаговой доступности от жителей. И поэтому, естественно, сразу идут туда, пишут там заявление и так далее. А участковый уже, исходя из того, компетенция чья или его самого, или надо передать территориальному ОВД, дежурную часть райотдела, чтобы уже выезжала следственная оперативная группа и так далее, уже смотрит по ситуации. Скажите, пожалуйста, какие все-таки чаще всего приходится раскрывать преступления омским участковым и сколько их раскрыто в 2023 году? Ну, я скажу так, что чаще участковые раскрывают кражи. Их наибольшее количество и чаще раскрывают участковые именно кражи. Ну, а потом, естественно, участковые, занимаясь подучетной категорией, а это такие, как семейные дебоширы, алкоголики, наркоманы и так далее, которые стоят на учете в органах внутренних дел и, в первую очередь, участкового полномочного полиции, то, естественно, идет раскрытие преступлений, кроме краж. Это раскрытие преступлений, таких как наркотики, раскрытие преступлений, таких как побои, нанесение легкого вреда здоровью, угроза убийствам, средней степени нанесения телесных повреждений и так далее, и тому подобное. Вот в таком вот направлении оно идет. Первое учтет кражи, а потом дальше пошли другие составы, которые сейчас я перечислил. Есть и грабежи, есть и разбои, но в меньшей степени установят кражи, потом телесные повреждения всей степени тяжести, и дальше потом уже пошли и наркотики, и алкоголь, и прочее, прочее, прочее. Есть конкретное число, сколько уже раскрыто? Конечно. Значит, я скажу так, что 20% всех, вот за это 10 месяцев, 20% всех преступлений в Омской области раскрывают участковые полномочные полиции. Их ни много, ни мало, почти 3000 преступлений раскрыли участковые полномочные полиции в этом году за 10 месяцев этого года. Каждый год, ну, от двух, трех, наверное, до, наверное, восьми, может, до десятка происходят происшествия. Я не как преступления буду говорить, а как происшествия, да, как, например, пожары. И в первую очередь, поверьте мне, вот служба участковых приходит людям, в первую очередь, на помощь в этом вопросе. И у нас очень много случаев, значит, как участковый, значит, выйдя на происшествие на это, не дожидаясь пожарных, не дожидаясь, там, медиков и так далее, рискуя своей жизнью, спасает и прочее, прочее, прочее. Еще такие вот случаи, что, приходя, в первую очередь, на вызов, вот, как пример, один из примеров, значит, это у нас в Кировском округе майор участковый вышел на вызов, раненая женщина в квартире, значит, сожитель, видя, что, значит, зашел участковый, он, как правило, в форме, вооруженный, это обязательное требование, несение службы участкового на своем административном участке. Значит, так, значит, закрылся в комнате, схватив годовалого ребенка, который на груди у женщины лежал, она ранена в спину, он ее в спину, значит, подрезал, все. Ну, и понятно, что угроза годовалому ребенку и так далее, и вот пока все остальные прибыли и так далее, в течение получаса участковый убедил через дверь, значит, гражданина, все же передать годовалого ребенка, и, значит, что с ним будет все нормально и так далее, и убедил его методом убеждения участковый, поверьте, мне это могут делать, и, значит, ребенок был спасен и так далее, понятно, что женщина тоже потом выжила, но, тем не менее, 6 лет строгого режима, значит, данный гражданин получил. Так вот, их примеров можно много приводить, потому что на административном участке участковый наиболее ближе к населению, и маляется где-то что-то, шум, какие-то крики, драка и так далее, в квартире, в подъезде, около дома и так далее, в первую очередь идет информация участковому полномоченному и в дежурную часть, но параллельно и участковому полномоченному. Если он не на вызове, где-то не выехал, а прямо на своей территории находится, мгновенно он прибывает туда и начинает сразу разбор, значит, того происшествия или преступления и так далее, локализация его, пресечения, ну и так далее, и тому подобное в этом вопросе. — А есть ли у омских участковых какие-то приметы и суеверия, которые как-то могут отразиться на ходе службы? — Да нет, суеверий никаких нет, честно, добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, значит, ну, я, может быть, так, высокопарные слова скажу, высоко неся звание, значит, полицейского и именно участкового полномоченного, потому что участковый, это вот участие в жизни на своей территории, участие в жизни, вот коллектива, как мы говорим, да, вот тех граждан, которые проживают, ведь там вот проживает, значит, вот, к примеру, 3000, вот он обслуживает, да, а ведь 3000 там и взрослые, да, и дети, и бабушки, дедушки, да, и так далее. И вот все, а из этого нужно вычленить ту категорию, которая непосредственно необходимо контролировать, может быть, даже некоторых, и в ежедневном режиме, вот, в этом вопросе, так. И, естественно, он знает эту категорию, и, ну, как бы, нет таких примет, но хороший участковый, это тот, который знает всю свою категорию, граждан, которые проживают, и знает, где, в какое время ему необходимо появиться, чтобы там ничего не произошло. Но, как бы, таких суеверий, ну, в органах внутренних дел нету. Сегодня можно уже сказать о том, что омский участковый, это большая профессиональная семья, как я понимаю, у которой есть свои традиции и обычаи, и, может быть, еще поделитесь какими с нами? Ну, традиции, обычаи, как можно меньше преступлений и происшествий, чтобы было на его обслуживаемой территории. Работа с общественностью, работа, значит, с гражданами, с активной жизненной оппозицией. Еще раз хочу повторить, что как можно меньше, чтобы было на его территории происшествий. И особенно из той категории, которую он непосредственно контролирует и профилактирует, то есть подучетная категория. Это и надзорники, это и формальники, и семейные депоширы, алкоголики, психически больные, значит, представляющие опасность для окружающих, несовершеннолетие, состоящие на учете, условно осужденные и так далее, тому подобное, у тех, у которых имеется оружие и прочее. Спасибо большое за ваши ответы, желаем удачи в вашей службе и пусть действительно происшествий на каждом участке будет меньше. И вам спасибо. А я напомню, это было интервью с заместителем начальника полиции МВД России по Омской области Юрием Виноградовым, я Ксения Туечкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ.